Здравствуйте, меня зовут Анна Галёта, вы смотрите программу Лукавые новости, где мы обозреваем пропаганду. В этом выпуске расскажем, что между собой не поделили Бастрыкин, Кадыров и Володин. Как глава Дагестана Меликов перебывается на ходу? Почему отдуваться за теракты приходится пока только Хабибу Нурмагомедову? И кто пытается уничтожить Россию? Не забудьте поставить лайк этому видео и оставить под ним комментарии, чтобы о манипуляциях и фейках пропаганды узнало как можно больше людей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в попытках, как он сам думает, положить конец терроризму в Дагестане поссорился со всеми, с кем только можно было. Часто говорит, ну давайте, удачный момент, вернуться к смертной казе. Сначала попытался пошутить над Государственной думой. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Спасибо, услышала. Подумал не о том. На полях Петербургского юридического форума, где это заявление прозвучало, Госдура ожидаемо вызвала смех у аудитории и даже аплодисменты. Вот только у спикера той самой дуры Вячеслава Володина высказывание Бастрыкина того же восторга не вызвало. Он обвинил Бастрыкина в том, что тот таким образом оскорбил всех россиян. Депутаты избраны гражданами Российской Федерации. Он оскорбил народ. По телевизору каждый день Володина. Володин достал, Володин добыл. Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вслед за спикером Госдумы стали высказываться и депутаты. Александр Хинштейн намекнул, что стоило бы извиниться. Полностью разделяю позицию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Заявление Александра Бастрыкина оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ, который нас и выбирает. Думаю, гражданину Бастрыкину следует извиниться за свои слова. Недопустимый для человека, занимающего столь ответственный пост. Лупа! Куда радикальнее высказался депутат Хамзаев. Он обвинил Бастрыкина в оппозиционности и даже сравнил его слова с лозунгами сторонников Алексея Навального. Считаю неправильным, когда руководитель силового блока использует лозунги оппозиционного характера, которые использовали навальнисты. Я об этом уже говорил. Вот пусть они на 10 тысяч проживут. Другой депутат Виталий Милонов сравнил слова главы СК с чихом, который тот не успел прикрыть рукой. Некрасиво получилось. Знаете, как иногда чихаешь и не забываешь прикрывать нос платком. Получается неловкая ситуация. Так и здесь. Бывает. Я уверен, что Александр Иванович сейчас с шутливой формой скажет, ну извините, неудачно что-то там произнеслось. Да и все. Ну я готов сражаться. Готовьтесь и вы. Собственно, так и произошло. Ну почти так. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко обвинила общественность в том, что она обсуждает слова, вырванные из контекста, потому что Бастрыкин просто процитировал один из комментариев из соцсетей, которые прочел ранее. Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырвана из контекста. Однако некоторые военкоры и пропагандисты нужды в извинениях от Бастрыкина не увидели. Напротив, поддержали главу СК и призвали депутатов прислушаться. Крайне странным выглядит медийное противостояние отдельных высокопоставленных граждан с Бастрыкиным. Глава СК говорит прямо о проблеме несовершенства миграционной политики, указывает на признаки лоббирования интересов мигрантов в ущерб безопасности граждан России, поднимая тему проникновения в страну террористических элементов, подпитанных псевдоисламской идеологией. Проблема назрела так, что ее не обсуждает только телевизор. В ответ же ему насыпают по каким-то надуманным поводам, натягивая сову на глобус и прямо искажая его слова. Как это сделала на днях команда, ведущая телегу Кадырова. Пример статисом «Обидел Госдуму, обидел народ» туда же. Магадан ему обеспечен. Военкор Дмитрий Стешин и вовсе предположил, что Госдура в исполнении Бастрыкина вовсе не была оговоркой. Загадка недели. Зачем Бастрыкин сказал Госдура? Это не оговорка, а продуманная заготовка, и эффект был просчитан. Это был второй компонент в бинарном заряде заявления Бастрыкина. Вместо того, чтобы созвать экстренное заседание по фактам, озвученным одним из главных и компетентных силовиков страны, Госдура стала давить слезу и обижаться. Вместо того, чтобы пригласить Бастрыкина на это заседание, собрать рабочие группы, запросить уже закрытые данные по регионам, подтянуть местные власти, но сделать все, что положено делать, когда прорвало трубу и в небо забил фекальный фонтан, и поздно надевать тазик на голову. Не лучше ли тогда идти до конца? Вот только на этом все не закончилось. Уже на молодежном юридическом форуме в Петербурге к Бастрыкину вновь обратились к вопросам о способах борьбы с терроризмом в регионах России. Молодой человек во время дискуссии предложил главе СК запретить ношение никабов в России. Бастрыкин направил молодого человека туда же, в Думу. Вот вам надо обратиться в Государственную Думу, которую я вчера не так назвал, позавчера вернее. Поэтому я ее так и назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальной сети. Вот эта задача Госдумы принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Нового витка конфликта с Володиным у Бастрыкина не случилось. Но тут на арене появился игрок, может быть, даже посерьезнее. Рамзану Кадырову. Сопоставление мусульман и террористов очень не понравилось. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратны. Многократно говорил еще раз, подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором. Ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню. Не стоит путать религии с самозбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Гиблия, Коран или Тора. Поддержал Рамзана Кадырова и глава Дагестана Сергей Меликов. Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему. Уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии. Иначе как травлей это не назовешь. Мы здесь в Москве поработаем по вашему делу? Это заявление глава Дагестана сделал 30 июня. Но еще 25 июня сам же Меликов поддерживал запрет на ношение никабов. То, что Меликов теперь называет настоящей травлей. Я тоже лично я против ношения никаба. Но пока Кадыров и Меликов сражались с Бастрыкиным и обвиняли его в травле. О скором запрете на ношение никаба объявил духовный лидер Дагестана Ахмад Хаджи Абдулаев. Мы будем выносить фатуа о запрете никаба. Люди, которые меня будут критиковать, вы же знаете моё отношение. Один плюс, один минус. Полгода, иншаллах, еще пускай 10 лет они обливают меня грязью. Истина одна будет. Кроме одной другой истины не бывает. Сергей Меликов, кстати, находился в той же студии во время этого объявления. Но муфтия в травле мусульман он не обвинил. Религиозность и вера не должны быть показными. А так как уже к Бастрыкину высказывать претензии получается не за что, то теперь переобувающийся на лету чиновник решил напасть на журналистов и блогеров. По его словам, это неправильно поданные новости сеют в обществе страх и панику. Вы должны осознавать всю ответственность за подачу необъективной информации. Ведь такого рода публикации становятся источниками порождения у людей чувства тревоги, волнения, страха за свою безопасность. Напомню, этот же Меликов, который сейчас говорит о необходимости подавать объективную информацию, ранее в набеге дагестанцев на аэропорт в Махачкале обвинял Украину и страны НАТО. И сейчас в двойном теракте в Дагестане Меликов продолжает искать следы западных спецслужб. Не обязательно, чтобы западные или иные инструкторы находились на территории Дагестана, потому что сегодня эти спецслужбы и лидеры террористических организаций используют интернет, социальные сети и вполне могут влиять и на подготовку, и на идеологическое состояние людей, которые способны на такие преступления. Плохо, что силовики, наверное, не слышали главу Дагестана и всех других, кто в терактах обвиняет Украину и западные спецслужбы. Потому что силовики по непонятной причине ищут террористов не за рубежом, а внутри Дагестана, в спортивных секциях по борьбе. В том числе с проверкой пришли в школу Хабиба Нурмагомедова. А чуть позже Федеральная налоговая служба еще и арестовала счета известного спортсмена, якобы за неуплату огромных долгов. В любом бизнесе, в который я буду заходить, я сам, если я сам не контролирую и сам не понимаю, что там вообще происходит, и сам не буду следить за всеми вот этими операциями, то я в бизнес не буду заходить. Вот только странно, что появляются такие новости сразу после того, как несколько пропагандистов обвинили Нурмагомедова в слишком громком молчании после теракта в Дагестане. А, у меня на безучном была. Но вернемся недодолго к Бастрыкину на юридическом форуме в Петербурге. Александр Бастрыкин говорил не только о никабах и об исламизме. Он выступил также за ужесточение миграционной политики. Пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, пожалуйста, обратно к себе. На родину. Необходимость такого решения попытался подкрепить статистикой об уголовных делах против иностранцев. Отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, плюс 32%. Возрос удельный вес особо тяжких преступлений, до 26%. В 2023 году заметно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В сфере незаконного оборота наркотиков плюс 27%. Нам незаменимые специалисты тоннами везут наркотики на территорию Российской Федерации. Преступление экстремистского характера плюс 147%. Цифры ужасающие, правда? И, наверное, больше всего они испугали главу российского МВД Александра Колокольцева. Ему также пришлось поднять статистику и вступить с Бастрыкиным в публичный спор. Исходя из его данных, преступления, совершенные иностранцами в России, наоборот, имеют устойчивую тенденцию к снижению. Число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6% уменьшения мы фиксируем. Их доля в общем массиве, посягательств совершенных приезжими, также сократилась. Я называю цифры государственной статистики, а не какие-то передернутые, как это иногда у нас бывает, это цифры официальной государственной статистики. Да, отдельная тема, конечно, коррумпированность некоторых до 20-х СМВД. Впрочем, мигранты для Бастрыкина тема больная уже много лет. Но теперь с площадки юридического форума глава Следственного комитета транслирует откровенно ксенофобские заявления. Пусть и ссылается вновь на некие жалобы, которые ему направляют жители Подмосковья. В поликлиниках одни мигранты, в торговых центрах одни мигранты, в школах учительница, такой резонансный был случай, отказалась преподавать в школе, потому что там в основном узбеки и таджики. Русских в школах мало. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие. А мало того, что их много, так и прокуратура на их стороне. На том же форуме Бастрыкин пожаловался, что генпрокуратура слишком часто отменяет решения по преступлениям мигрантов. В свою очередь прокурор Дмитрий Вагурин заявил, что ненависть к мигрантам в России раздувают зачастую радикалы, которые хотят навредить стране или даже ее уничтожить. Нередки случаи, когда радикально настроенные лица искусственно разжигают ненависть к иностранцам, преподносят негативные поступки отдельных людей, как модель поведения целой нации. Делается это для того, чтобы разобщить население страны, в конечном итоге затормозить развитие России и даже развалить ее. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Ну пусть возвращаются. У нас на этом все. Новый обзор пропаганды через неделю. Не забывайте ставить свои лайки и писать комментарии. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова